Семья из Башкирии, которая чудом выжила в страшном ДТП, боится, что виновник аварии может уйти от наказания. Мать с ребенком стояли на тротуаре, когда водитель на огромной скорости вылетел с дороги прямо на них. Следствие продолжается уже почти год, а фигурант до сих пор на свободе. Пострадавшие еле восстановились от тяжелых травм. Они буквально учились ходить заново. При этом Лихач уверен, что закон на его стороне. Почему? Выяснял мой коллега Багаудин Багаудинов. Вот уже почти год Олеся Хайдукова вместе со своим 10-летним сыном Амалем вынуждена каждый день приходить в больницу на процедуры. Пока пострадавшие делают МРТ, сыном занимается травматолог. Жизнь семьи в мгновение разделилась на до и после. Множественные переломы, сотрясение мозга в таком состоянии. Мать и сына привезли в больницу после страшной аварии. В кровоглаза я увидела своего ребенка, лежащего на асфальте, далеко от меня достаточно. Он пытался встать, он очень устошно кричал, у него шла кровь из головы. И какая-то женщина его успокаивала. В момент ДТП попал на городские камеры наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как женщины с ребенком стоят на ртатуаре и ждут, пока светофор переключится на зеленый. В этот момент навстречу едет серый хэтчбэк. Пешеходы не успевают среагировать. В итоге легковушка на огромной скорости буквально сносит их. Мне почему-то показалось, что я сказала, Амалья здесь. Амалья это мой сын. Соответственно, протянула к нему руку и все, дальше я уже ничего не помню опять. У него перелом черепа с перехода на глазницу, была контузия глазного яблока. Ушиб главного мозга. В тяжелом состоянии Олесю и ее сына доставили в реанимацию. Виновник аварии 37-летний Олег Скворцов отделался легкими ушибами, но от госпитализации тоже не отказался. В машину скорой помощи сел самостоятельно. В больнице Олесе и Амаль провели больше двух месяцев. Потом было длительное восстановление. Мать и сын учились заново ходить. Но несмотря на то, что с момента аварии прошел почти год, справедливого наказания водитель легковушки так и не понес, говорят пострадавшие. Расследование вообще не движется с мертвой точки. Никаких действий не предпринимается. Прошло 11 месяцев. Я считаю, что просто расследование зашло в тупик, волокитится. На связь с пострадавшими виновник аварии Олег Скворцов не выходит. Нам удалось пообщаться с матерью мужчины. Она уверяет, сын не виноват. Якобы в тот день он плохо себя чувствовал. Говорят, что он сознание потерял. Слышали? Ну это да. Но это я очень могу еще сказать. То есть потерял сознание вот как раз таки в момент. Да. Но несмотря на плохое самочувствие, автовладелец все-таки сел за руль. Почему на этот вопрос? Ему уже в ближайшее время придется ответить правоохранителям. Были проведены автотехнические, трассологические и медицинские экспертизы. Учитывая их результаты, по одной из версий, водитель в ходе движения потерял сознание и в результате выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Пострадавшие надеются, что виновника аварии привлекут к ответственности. Также они планируют взыскать с водителя расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Буганю Магудинов, Анастасия Мяус. Экстренный вызов.